Здравствуйте, уважаемые садоводы! Мы продолжаем с вами небольшую серию сюжетов по обрезке наших плодовых деревьев. И сейчас мы с вами рассмотрим ситуацию с взрослым плодоносящим деревом яблони. Основными формами обрезки для взрослых плодоносящих деревьев являются прореживание, укорачивание и снижение кроны в зависимости от конкретной ситуации. На данном дереве фактически нужно будет выполнить все эти три формы обрезки. Как мы уже говорили в предыдущем ролике, очень важно, чтобы дерево было удобным для нашего ухода. И желательно, чтобы его высота не превышала в саду 3,5-4 метра максимум. Только в таком случае вы сможете обеспечить дереву и грамотный уход, и облегчить свой труд по уборке плодов и обрезке в дальнейшем. Посмотрите внимательно на это дерево. Изначально оно закладывалось в принципе неплохо. Есть скелетные ветви, они хорошо разнесены по стволу, просматриваются яруса. И в то же время мы видим, что высота этого дерева уже превысила 4 метра. Верхушка вне зоны досягаемости наших опрыскивателей. И урожай приходится снимать либо плодосъемником, либо при помощи лестницы. То есть здесь однозначно нужно проводить снижение кроны. Второй момент. В процессе роста на дереве образовалось достаточно большое количество волчков, жирующих побегов. Вот эти побеги. Когда их становится слишком много, обстановка внутри кроны становится неблагоприятной ни для цветения, ни для плодоношения. Слишком много теней, слишком мало солнца. Зато эти условия очень благоприятны для развития разных болезней. То есть эти волчки однозначно нужно удалить, проредить крону, улучшить ее световой режим. И, наконец, третий момент. Дереву позволили расти так, как ему хочется. Ветви образовались голенастые с небольшим количеством разветвлений. В основном все веточки, на которых у нас находятся цветки, плодушки, сконцентрированы на концах. Со временем такие ветви начинают разламываться, свисать, перепутываются друг с другом, образуя такой плотный полог. И наша задача укоротить слишком длинные ветви, проредить там, вы можете видеть, где их слишком много, где они накладываются просто друг на друга, ложатся. Таким образом дерево станет намного легче. Здесь ветка слишком длинная, она под весом плодов, под весом листьев ушла вниз и спуталась с другими ветвями. Она находится не в очень выводном положении, поэтому мы ее укорачиваем с переводом на боковую веточку. Смотрим здесь. Обратите внимание, здесь та же самая ситуация. Одно из ответвлений пошло расти вглубь, пересекаясь с другими ветками и мешает им. И в то же время оно находится в очень невыгодном положении, в затенении. Мы убираем эту ветку. Вот классическая ситуация, ветки перекрестившиеся и трущиеся. Нам нужно их развести в разные стороны. Раз, верни, и два. С переводом на боковую веточку. Вот она идет. Здесь плодовая сумка. Мы немножко укорочим этот прирост. Обратите, пожалуйста, внимание на эту ветвь. Она очень длинная, голенастая. На ней практически на протяжении более метра отсутствуют какие бы то ни было ответвления. И в то же время мы ее убрать не можем. Видите, как хорошо здесь заложились ветви. Как они хорошо уравновешивают кругу. Дальше по ветке заложено несколько обрастающих ветвей с хорошим приростом, сильно растущих. Видите, какие они высокие. И наша задача вот эти вот голенастые ветки превратить в более удачные плодоносящие, чтобы они прекратили рост и занялись своей непосредственной задачей. Плодоношением проводим срезы на наружную почку или на ответвление. Вкорачиваем побеги. Видите, какой большой... Когда-то это был волчок, он сейчас начал обрастать и дальше растет. Нам такой длины обрастающая ветвь не нужна. Мы выбираем хорошую веточку, идущую в сторону, не внутрь в кроны, желательно наружу или в сторону, и срезаем. Вот, аналогично. Но здесь следует в первую очередь посмотреть все-таки на саму ветку, на ее протяженность. Здесь вот тоже надо укоротить. Пожалуй, здесь будет правильнее сделать ее еще короче, чтобы усилить развитие вот этих ветвей. Вот, небольшой волчок. Если мы его сейчас укоротим, он превратится через год в плодоносящую, обрастающую веточку. Опять же, жирующий побег вот этот обрезаем приблизительно. Он не сильно большого роста, поэтому мы его срежем приблизительно на одну треть. Чем сильнее прирост, тем более сильно мы можем его обрезать. И наоборот, чем слабее прирост, тем меньше его следует резать, чтобы он мог нормально развиваться и восстанавливаться. Сильной обрезкой мы можем, наоборот, спровоцировать такое образование волчков, что потом придется разбираться очень-очень долго. Классический волчок, если мы посмотрим, он начал расти внутрь кроны. И он вроде как и хороший, и прочный, но растет совсем не в ту сторону. Мы можем его и вырезать на кольцо полностью, а можем и срезать где-то над почкой, идущей в нужную для нас сторону, чтобы заполнить какой-либо сектор кроны. В данном случае, я думаю, мы его срежем полностью, потому что здесь достаточно большое количество ветвей, которые прекрасно плодоносят. Здесь несколько веток идут фактически параллельно друг к другу, одна под одной, накладываясь. Это неправильно. Нам нужно будет часть из них удалить, чтобы проредить крону, сделать ее более прозрачным. Вот эта ветка, которую мы переведем на вот это небольшое ответвление. Вот эту вот ветку, которая легла на нижнюю скелетную, удаляем на кольцо. Обязательно, когда вы делаете обрезку, отходите дерево со всех сторон, чтобы оценить его крону как можно более точно, где что нужно срезать. И с разных точек зрения все видится по-разному. Вот это вот вид второго порядка. Очень голенастый, очень длинный. И когда дерево нагружается, она, естественно, эта ветка начинает наклоняться и будет требовать опоры. Мы ее тоже укоротим. Укоротим над той веткой, которая идет наружу. Для меня, например, сигналом того, что ветка уже не слишком длинная, является амплитуда ее раскачивания. Может, это не совсем профессионально, но я заметила. Голенастые вытянутые ветки, когда их качнешь, их амплитуда очень большая. А чем лучше сформирована ветка, чем она прочнее, тем меньше она раскачивается. Тогда не дотрагиваешься. Тоже пошла детальная обрезка. Конкретно укорачивание приростов с переводом их наружные почечки, чтобы оно, наконец, занялось плодоношением и прочими полезными делами. Укорачиваем на развилочку, чтобы наши оставленные ветки активно обрастали хорошей плодовой древесиной. Обратите внимание, раз, два, три веточки подряд. Одна на другой, даже вот четыре. Здесь очень невыгодное место, но надо сделать выбор, кого мы уберем, кого оставим. Здесь будет иметь смысл даже не укорочение, а вырезка на кольцо вот этой вот ветви. Сейчас наша задача будет подняться наверх и аккуратненько обрезать верхушку. Как выбрать место для срезания? Это обязательно должна быть развилка, желательно пологая, и желательно так, чтобы после того, как вы срезали ваше дерево, оно не стало однобоким, чтобы не получилось так, чтобы вы удалили вместе с верхушкой часть каких-то важных ветвей, которые заполняют тот или иной сектор крона. Если посмотреть на это дерево со всех сторон, можно увидеть, что очень много ветвей идут именно справа. Раз, два, три, четыре, фактически четыре, вот здесь вот еще пятых, четыре таких ветви первого порядка, той или иной степени развитости, они идут в одну сторону. Если мы сделаем срез, допустим, здесь, крона получится не очень уравновешенной, потому что с этой стороны нет ни одной ветки, только вот верхушка пошла. Поэтому я бы срезала вот здесь, здесь, кстати, волчок его нужно удалить, волчок, который уже начал обрастать потихонечку. Поэтому я бы срезала верхушку вот над этими ветками. И с этой стороны есть уравновешивающая крона ветви, которые не дадут ей потом развалиться. Мы с вами срезали верхушку дерева там, где мы планировали, сразу же замазали срезы. Такие срезы замазывать нужно 100%. Обязательно. Дело в том, что если там начнет развиваться какое-то заболевание, то может погибнуть в дальнейшем все дерево. После того, как мы срезали верхушку, делаем еще раз осмотр дерева. Отойдите, пожалуйста, в сторону от своего дерева и посмотрите, насколько равновешена ли ваша крона. И вот видно, что справа, с той стороны, с южной, веток все-таки осталось довольно-таки много. Ее как будто перевешивают. И наша задача сейчас еще немножко так подкорректировать крону. Вот эта вот ветвь, если посмотреть, она слишком сильно выдается. Раз. Мы укорачиваем вот эту. Два. Не поленитесь обойти дерево, осмотреть его еще раз. Достаточно ли вы провели обрезку, достаточно ли вы срезали. Обратите внимание, здесь вот запутали сетки, сейчас мы их немножко распутаем. Такая вот закрутившаяся. Чуть-чуть укоротим. Так, смотрим еще раз на нашу подопечную. Ну вот, теперь уже намного лучше. Нет уже таких длинных голенастых ветвей. Мы их укоротили. Мы убрали из кроны достаточно большое количество ненужных ветвей. Мы провели прореживание, вырезку их. Круна стала очень ажурная, легкая. В течение сезона вегетационного дерева начнет активно восстанавливать свою крону. И нужно будет даже летом немножко ее корректировать. А именно, при появлении волчков выламывать те, которые вырастают в ненужном месте. Прищипывать те, которые вы хотите оставить в качестве обрастающей ветки в дальнейшем. Есть такой хороший летний прием, как прищипка верхушек. Она усиливает ветвление, способствует закладке хорошо развитых почек, сдерживает рост. И обязательно замазываем все срезы. Особенно, если погода стоит теплая и сырая. Мы закончили с вами обрезку взрослого подоносящего дерева яблони. Нужно сказать, что обрезка таким деревьям нужна фактически ежегодно. После сильной обрезки растение всегда нуждается еще в корректирующей. Поэтому на следующий год хозяин обязательно возьмет секатор и приведет крону в порядок. Ну, а мы сделали все, по крайней мере, что могли сделать для этого дерева. Провели прореживание, укорачивание и снизили крону. Превратив ее в такую прекрасную ажурную форму. На этом у меня все. Процветание вам и вашему саду. С вами была Юлия Кондратенок. И подписывайтесь на наш канал Процветок. До новых встреч!